Привет, дружочки-пирожочки! Любите ли вы Звёздные Войны, так как люблю их я? Да, я, ну, не все Звёздные Войны, но наверняка у каждого есть свои любимые. Кто-то любит Первые Звёздные Войны, кто-то ему нравится Вторая Трилогия, которая предыстория, кому-то нравится и современные, даже есть такие странные люди. Но, больше всего мне нравится Мандалорец, по крайней мере, вот сериал на данный момент. И я взял пакетики по Мандалорцу, а именно Малыша Йоду, или его зовут на самом деле Горгу, да? Если вдруг не знали, это сериал, который пока мне нравится, я его ещё не досмотрел так, но оставляю на сладкое, когда будет нечего смотреть хорошего, буду его пересматривать. Надеюсь, здесь будут классные, прикольные, или хотя бы забавные фигурки Йоды, вот в таких вот пакетиках. И если вы хотите видеть ещё фигурки, пакетики по Звёздным Войнам, ставьте лайк. У нас проходной балл, тысяча лайков-тысяча баллов, они же один лайк, один балл. И я тогда бегу, ещё заказываю. Если нет, то, может быть, когда-нибудь пожелать. Ну, а так, вот, подержите. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, здесь, как видимо, создатели пакетика не знали, что его зовут Горгу, и запомнили его как Малыша Йоду, да и большинство людей запомнили. Многие даже не досмотрели сериал, когда узнали его имя, узналось его имя. Но здесь это, очевидно, не Йода. Это потому, что Йода не летал в шаре в таком, он не выглядел так. Это не ел лягушку. Ну, может быть, ел, но... Но при этом вот здесь изображения, очевидно, это Йоды. Они немножко разные. Они из одного вида, насколько, да, я знаю, не углублялся в суть этой всей истории. Ну, всё. Давайте, ладно, распаковываю, посмотрим, кто внутри. А вы поддержите лайкосом, чтобы мы пособирали. Вау, здесь есть карточки. Ничего себе Йода. Правда, тут, конечно, позорно написано, что везде он Йода-Йода-Йода с очень слабавным артом. Правда, почему-то на фоне какого-то разрушающегося мира. Ну, это понятно. И это карточки типичные для китайских пакетиков. Камень, ножницы, бумага. Вот. Вот такая игра. И тут атака у него есть и вот это. И на всех карточках изображён разный. Слушай, ну, прикольно. Мне нравится даже, потому что, ну, он симпатичный. Посмотрите, карточки блестят, переливаются. Красота. Но самое главное-то у нас внутри фигурка, какая у нас будет. Итак. О, потому что фигурки, по-моему, у Йода довольно дорогие. А это же подвальные китайские пакетики. Тут такой милый малыш Йода. Даже под перекраску, переделку, перештулку всякую разную. Но, посмотрите, вот он тянется. Он такой у-у-у-у-у-у. Поёт, типа, ну, нет, или что он делает. Он тянется к Мандалорцу. Нужна большая фигурка Мандалорца. И он к нему тянется. Было бы здорово, да? Или он там колдует что-нибудь. Можно сценку сделать. Посмотрите, они сделали его, значит, пальтишко на осень. Вот. А также ему сделали грустненькие ушки. Скорее всего, это переделано с каких-то качественных фигурок. Но не факт. Но, может быть, это они и сами сделали. Я... Может быть, если вы найдёте, как что это за серия фигурок настоящая, то классно. Но эти-то стоят по 100 рублей. А оригинальные фигурки, я думаю, что будут стоить рублей 700. Каждая. Ну... Так что, если вам просто захочется, можно поискать такие пакетики. Я их нашёл на рынке. Я, к сожалению, не могу подсказать вам на каком-нибудь там Озоне, Вайлдберресе... Не могу знать точно, где есть. Но если бы были на Озоне, я бы вам сказал. А здесь я спрятал только для тебя свой промокод OZON6K6A2A. Он даёт возможность получить 300 баллов на первый заказ или доступ к закрытым распродажам. Список дополнительных скидок можете найти во вкладке сообщества на YouTube. А можете сами стать рефералом OZON6K6A2A. Или указать мой промокод в качестве благодарности и поддержать канал OZON6K6A2A. Чпок. И готово. Данная ставка не является рекламой, лишь информационным оповещением. Так. Но мы распаковываем вот эти пакетики. И тут уж какие попадутся. Вторая фигурка. Может быть, все одинаковые. Может, вообще, все повторки. Карточки. Смотрим. Такая, такая, такая. Карточки, я так понимаю, всего три картинки. И у нас что? Будет битва йод. Малышей йод. Точнее, горгу. Ну, смотрите. Написано йоду. Буду называть по канону этой серии. И здесь фигурка. Ой. Так, у меня плохие предчувствия. Это будет армия одинаковых йод. Очень много йода. Когда, знаете, приезжаешь к бабушке, ушибся, и они такие, у меня много йода. Нарисую на всем тебе сеточку. Так, мне кажется, я тоже сейчас нарисую сеточку. Потому что, видимо, в этих пяти пакетиках, может быть, будут все одинаковые. Может, здесь будет и мандалорец. Я не знаю. Может быть, просто мне так повезло. Может быть, супервезение. Или это суперневезение. Так, карточки опять. А, нет, разные. Вот здесь с лягушкой во рту не было. Видимо, все арты, которые нарисованы на пакетике, будут и здесь. Видите, насколько они даже разные. От разных художников. Ну, влепили сюда. Пойдет. И здесь... Новая, новая фигурка. Е, е. Значит, есть шанс. Есть шанс. Посмотрите. Правда, у него какое-то странное вытянутое тело. Не знаю почему. Йода, что с тобой? Но глазки такие милые. Он грустный. Здесь грустный. Здесь грустный. Пропорции, конечно, да. Но здесь вот ножки есть. Но он такой вот какой-то странный, вытянутый, как кабачок какой-то. Интересно, в оригинальной фигурке такие же пропорции. Вряд ли они делали их с нуля. Скорее всего, вдохновлялись какой-то серией. Но как минимум. Значит, могут быть и другие. Как минимум, другие позы. Может быть, будет кто-то в этом шаре. Может быть, будет и Мандалорец. Может быть, будут какие-нибудь еще. Хочется узнать. Лайк. Тысяча лайков. И мы продолжаем поиски. Так. Два пакетика. Даже не знаю. Кажется, что... Теперь мне везде кажется, что там... Горгу с поднятой лапкой. Открываем карточки. Карточки говорят нам, что... Как вы смотрите, судить по карточкам, то там такой же, как был... Вот в предыдущем. Вот этот вот. Плачущий. Смотрите, у него даже слезинку мы сделали. А нет, это какая-то грязь. Я думал, это слезинка. Это грязь. Вот. Всегда так бывает. Плачет кто-нибудь? Думаешь, что он плачет? А это грязь. Ну, ладно. Давайте узнаем, что же здесь за фигурка. О, ухо. Тянем за ухо. О! О! Новая фигурка. Смотрите, у него уши вверх поднятые. Е! Уже как минимум три разные фигурки. То есть, только две повторы. Я думал, вообще будут одинаковые. А фигурки уже три разные. Значит, может быть и больше. Сколько их? Загадка. Ведь здесь нет ни буклета, ни списка. Вот только так распаковывая, открывая, можно узнать. А что же это за фигурка? Почему же он такой веселый? Потому что он пьет. Вы не знали? А горгу пьет. Ничего себе. Слушайте, довольно классные, прикольные фигурки. Прямо как похожи. Чуть-чуть уступают. Ну, может быть, пованивают плохим пластиком. Да. Да. Ну, им можно проветриться дать. Вот. Или в чем-то прополоскать. Я не знаю. Ну, скорее всего, проветриться. Просто, чтобы эти фенолы все вышли. И вы не отравились. Йода вас такой, типа, горгу. Вот. Но здесь прикольно. То есть, детализация прям, ну, минимальная, конечно, но передано хорошо. Даже на местах глазки вот здесь, да? И сделано на местах. Зелёный цвет его кожи. И, типа, такой вот коричневенький. Там у него темнее было. И там градиенты разные. Этого... Видите, вы даже можете посмотреть на картинке, что тут у него вот эти вот оторочки, вот это или как это называется, меховые штучки, они у него другого цвета. Хотя вот здесь одного. Не знаю, не знаю. Я не знаю. Но класс. То есть, у нас уже, смотрите, один, два, три. Они по масштабу примерно похожи одинаковые. Выглядят... Ну, цвета одинаковые. Так что... Ну, прям милота. Воняют? Да. Ну, да. Ну, так вот в жизни бывает. Смотришь, вроде милая, прекрасная. Такая симпатичная. И вы думаете, а девушки? Нет, это я фигурки. Вот. И воняет. Не добил шутку. Надо было сказать сначала. Милая, симпатичная, красивая, приятная. Но воняет. Думаете, я... А вашей второй половинке? Точнее, давайте так. А вашей второй половинке? Нет, я. Китайской фигурки. Ой. Так. Мастер плохих шуток. На месте. Значит, смотрим карточки. Опять. Ну, карточки нам ничего не говорят. Просто есть. Они просто есть. И всё. Ну, и финальная фигурка на сегодня. Это... О! О! Новый! Ничего себе! Вы прикиньте! Я ожидал, что там будут все. А у нас новый с шариком. Правда, он не докрашен немного. Но всё равно он улыбается. Классная серия. Воняет? Да. На свой страх и риск взять. Но да. Но они же крутые. Малыши Горгу крутые. Слушайте. Они довольно классные. Они довольно классные. Я даже не могу ничего сказать. Какой из них больше вам понравился? Напишите. Может быть, вам понравился с этим шариком малыш Горгу. Может быть, с кастующей, колдующей Горгу, который тянет ручку. Может быть, вам больше понравился сидячий Горгу, который тоже грустненько тянет ручку. Или, может быть, вам нравится, который пьёт водичку из стаканчика. Какой же больше всего вам понравился? Пишите в комментариях. Я, в целом, учитывая, что я брал на свой страх и риск просто для того, чтобы посмотреть и вам показать. Чтобы вы не тратили свои деньги или, например, потратили на хорошие штучки. Потому что по 100 рублей пакетики, в принципе, вот. Так что, если хотите продолжение по Звёздным Войнам, вот вам нравится, то поддержите видос. Какой вы поддерживаете, такой и снимаем. Всё зависит от вашей активности. Так что, жду вас. Пока. Пока.